дорогие друзья предлагаем вашему вниманию видео каталог экзотических фруктовых растений из испанского питомника у них есть сайт но сайт абсолютно пустой никакой информации ни фотографии невозможно найти поэтому мы решили сделать такой вот видео обзор где вы можете увидеть растения которые мы уже привозили в том году и можем привести в этом году также как они выглядят их размер в полный рост чтобы вы могли сориентироваться каким образом они приезжают что у них есть в ассортименте какие растения и соответственно ценовую политику чтобы понять интересно вам или нет растения все сортовые все привиты и все взрослые эти растения уже готовы к плодоношению есть экзотические и есть плодово-фруктовые например виноград яблони нектарины и экзотические авокадо петахая манга питанга в данном случае авокадо с молодым приростом манга с молодым приростом иногда приезжает цветущий в цветущем состоянии приезжают бананы бананы в огромном ассортименте маленькие большие разных сортов растения в очень хорошем состоянии у них у всех легкий грунт хотя горшки есть маленькие есть побольше допустим 26 горшок но грунт у них действительно очень легкий растение прекрасно переносят дорогу и эти растения мы привозим круглый год заказать можно их в любое время года обычно мы привозим раз в месяц поэтому вы можете ознакомиться с нашим видеокаталогом выбрать и заказать все что вас интересует плантации стрелицы как я уже говорила плодовые фруктовые растения нектарин груша виноград все это можно привести единственное что мы не не подскажем вам какие сорта скорее всего как мы понимаем это именно кадочные культуры скорее всего это карликовые для выращивания в горшках кашпо то есть они будут невысокого размера но сорта неизвестно это не уличные это именно катковые горшечные абрикос слива черешня нектарин экзотика петахая петахая именно с белой мякотью представлена у них в двух разных размеров петахая драконий фрукт иногда называют это растение это принципе обычный кактус не капризный прекрасно растет и просто замечательно растет в квартире домашних условиях и при правильном нужном уходе вполне возможно его цветение на четвертый год жизни сорт фейхуа неизвестен сказать что это за конкретный сорт мы не можем просто идет бирка фейхуа кориса грандифлора у них представлена в разных горшках мы привозили в небольшом горшке и у них есть в 26 горшке как правило приезжает с плотами это действительно очень красиво необычайно красивое растение когда она и цветет и плодоносит на временно это просто необыкновенная красота плюс еще безумный аромат и очень вкусные ягоды ягоды похожи на сливу с какими-то еще дополнениями абрикосов и каких-то еще ягод стрелиться стрелиться в больших кашпо высокие с цветоносами очень красивый зрелищный цветок прекрасное растение в идеальном прекрасном с хорошим состоянии действительно как жар птица потрясающе выглядит ухоженная и главное у него легкий грунт тем более что это неприхотливое не капризное растение не требовательное действительно потрясающе красивая которая замечательно растет квартире единственное что требует большого пространства приезжает супер классные личи сорт не указан и было даже два привоза где они приезжали с ягодками тут можно увидеть на картинке остальные привоза были просто вот с молодым приростом такие вот классные красивые растения приезжали сорт еще раз говорю что у них не указан но растение плодоносище скорее всего из черенка или возможно привит это точно вам сказать не могу хотя есть саженцы очень похоже что они привиты гранат садовый крупноплодные сладкий с небольшой кислинкой это известный их испанский сорт который употребляется и популярен это не какой-то просто неизвестно действительно известный в испании очень вкусный сорт граната принципе замечательно выращивать его можно и дома в домашних квартирных условиях муж малояпонская взрослая сортовое привитое растение очень хорошо прекрасно плодоносит и растет в квартире в домашних условиях растение высокая нетреповательная неприхотливая и дает очень вкусные полезные плоды евгения унифлора или питанга как называют это растение очень вкусные вишенки получаются такое вот растение может спокойно выносить ну порядка трех пяти ягод и на следующий год это уже будет гораздо больше потому что растение быстро разрастается плюс еще очень декоративная очень красиво когда цветет и плюс ко всему когда висят ягодки это очень потрясающе неприхотливая не капризная замечательное растение для выращивания в квартире в домашних условиях этот видео обзор мы сделали виде такого небольшого каталога каталога растений которые можно приобрести в этом питомнике также мы сделаем небольшой видео обзор из собранных нами архивных видео которые приезжали растения у нас в том году для того чтобы более визуально посмотреть как выглядит растение что несет представляет и соответственно будут указаны цены лимонная гуава это растение абсолютно неприхотливая не капризная замечательно растет плодоносит в квартире комнатных условиях плюс ко всему дает еще очень вкусные плоды с ароматом за вкусом лимона очень похоже на растение земляничной главы только здесь уже идет привкус земляничный точно также замечательно растет плодоносит в квартире потрясающе вкусными плодами растения и растения Субтитры создавал DimaTorzok Анона муриката или сметанное дерево, как его называют, тоже прекрасно растет и цветет, замечательно цветет у нас в прошлом году, приезжал один экземпляр и он зацвел, единственное, что не опылился, а так это красиво, у него очень красиво, потрясающе красивые листья, они прям перламутровые, растения просто замечательные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одно необычайно красивое растение, которое также не прихотливое, не капризное, это анона черемоя, очень красивое, такой прям махровый лист у него, очень красивый, такой нежный. Необычайно интересное, неприхотливое, красивое растение карамбола, которое еще и плодоносит, и в том году у многих завязались плоды, то есть уже люди пробовали свои собственные плоды карамбола. Она очень интересная на вкус, необычная, и растение своеобразное, то есть когда ему холодно и что-то не нравится, вот так вот начинает складывать листики, это может быть либо от холода, либо от ветра, но на самом деле не капризная, да, требует света, требует ухода, тепла. Карика папайя, та самая папайя, которую все очень любят, все, за которой гоняются, именно она прям такая потрясающе классная приезжала в том году, и два экземпляра у нас приезжали с цветами, с бутонами и цветами, это действительно очень красиво, очень красиво. Это мой, вот видите, ее бутонечки, очень мощные зеленые насыщенные бутоны, насыщенные листья, и она смотрелась просто божественно. Маракойя приезжала, достаточно мощная, было два разветвления, и попозже один из сортов у нас зацвел и завязал плод, но попробовать мы не успели, потому что растение приобрели, но во всяком случае, действительно, это очень красиво, необычайно. Единственное, что мы не знаем, сорт, сорт этой маракуйи. Авокадо, все привитые, все сортовые, к нам приехала в том году только авокадо, хас, это черное авокадо, которое продается в магазинах, очень вкусные, очень насыщенный вкус, и растения достаточно мощные, взрослые, и, кстати сказать, готовые к плодоношению и цветению. В таком возрасте они уже цветут. Сортовое привитые манго. Манго взрослая, некоторые экземпляры приезжали уже с цветоносами, какие-то зацветали у нас, и мы знаем, что манго в этом питомнике, их несколько сортов, но вот нам попалась только Остин, хотя мы знаем, что и был и Кент, и Глен, будем пробовать в этом году. Такие вот цветоносы замечательные были, вот приезжали. Аромат у манго очень такой пряный, опыляют его мухи, очень красиво, очень интересное растение, все привитые, все сортовые. Манго. 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 есть средние бананы большие и огромные банан ковендиш красный японский абиссинский большой желтый карлик ассортимент красный карлик как красный карлик съедобный учреда ковендиш как раз таки от ковендиш представлен красные бананы они съедобные они сладкие вкусные бананы действительно очень мощные в этом питомнике очень красивые грунт у них еще раз повторю всех легкий поэтому они много не весят но растения очень мощные и которые бананы высокие они реально высокие приезжал допустим велютина банан розовый они приезжали несколько раз прям уже с цветоносами и один приезжал с таким небольшим початком там уже были плоды это красные бананы и вот сейчас как раз вот банан велютина то что я вам рассказывала вот уже в бананчике видно и этот экземпляр цветущие цветущий приезжал несколько штук вот опять же специально для сравнения по высоте как они какие они были они были разные кто-то побольше кто-то поменьше выбрать возможно было спокойно на любой вкус что называется цвет многообразие бананов она на представлен разных сортов банан розовый велютина и лежи его называют бархатный банан плоды у него маленького размера и этот банан считается условно съедобным потому что большое количество косточек находится в нем и там есть практически особое нечего то же самое можно сказать и о японском банане басю плоды похожи на обычный банан но из того что и огромное количество косточек там собственно говоря тоже есть и нечего банан красный ред дака очень вкусный сладкий банан это съедобный банан и действительно вкусный банан дартшлинский красный тигр банан считается условно съедобным потому что в основном вся прелесть декоративных листьях банан кавендиш это съедобный карликовый банан плоды съедобные китайский желтый банан считается несъедобным сейчас видели на картинке вот такие цветы этого банана красивого желтого цвета обезьянский банан тоже или банан наурели тоже несъедобный у него красные красивые декоративные листья ну вот для сравнения такой небольшой красный банан некоторые экземпляры даже у них были кошечки детки можно было приобрести с детками такие вот потрясающе красивые классные вкусные бананы и собственно говоря на этом мы заканчиваем сейчас мы вам приведем таблицу где можно ознакомиться с ценами и сориентироваться то что можно выбрать цены в евро для того чтобы было проще для понимания естественно мы занижаем рублях когда мы переводим мы занижаем округляем для сравнения чтобы понимали мы оставили такие цены именно в евро в рублях мы указали видеокаталоге всего вам доброго всех благ